И завершающий доклад нашей сегодняшней сессии Олег Юрьевич Мамонтов в Санкт-Петербург Использование мультимодального подхода в лечении больных со злокачественными изотелиомой плевры Уважаемые коллеги, хотел бы поделиться нашим опытом в лечении больных с злокачественными изотелиомой плевры За период с 2008 по 2015 год Актуальность проблемы общеизвестной и уже была доложена весьма подробно Так, по нашим данным и по данному литературы, медиана общая выжимность у пациентов для нелечных составляет 4-13 месяцев А для нелечных до 18 месяцев максимально При этом местные рецидивы чаще возникают в случае выполнения тотальной плевэктомии и декортикации легкого Так, по данным Флорес, это наблюдалось в 63% случаев В случае с выполнением экстраплевральной плевэктомии есть шанс на снижение рецидива, локального рецидива И уменьшение возможности раннего летального исхода Также следует упомянуть то, что до сих пор отсутствуют стандарты выполнения лечения больных мезотелиомой плевры Отсутствуют как стандарты выполнения операции, так и в последующем химиотерапии и лучевой терапии Целью нашего исследования было улучшение результатов лечения больных со злокачественными мезотелиомой плевры При применении мультимодального подхода, который заключался в следующем Это максимальная цитаредукция, интероперационная фотодинамическая терапия и гипертерамическая химиоперфузия плевральной полости В наши исследования были включены пациенты только с эпителиоидным или бифазным типом злокачественными мезотелиомой плевры Связано это было с отсутствием данных литературы о том, что саркоматозный тип крайне плохо реагирует на какой бы то ни было вид лечения В отличие от эпителиоидного или бифазного Но забегая вперед, хочу сказать, что при бифазном типе также были получены у нас неудовлетворительные результаты с низкой выживаемостью Дальше критерии стандартные В наши исследования с 2007 по 2015 год было выполнено 17 пациентам комплексное лечение с применением вышеупомянутого подхода Так, 15 пациентам при этом выполнена экстраплевральная пневмоноктомия Панплевропневмоноктомия с реакцией перикарда и диафрагмы Двум пациентам выполнены тотальной препаратомией и декортикацией легком При этом по стадиям распределение было следующее Большую часть пациентов составили пациенты местно распространенной формы из локачественной мезотелиомы Это около 70% При этом пациенты локальной формы это 2,0 Это 7 случаев При выполнении оперативного лечения мы столкнулись с следующей технической трудностью При выполнении стандартного доступа в 4-м межреберии стала очевидна невозможность мобилизации купола диафрагмы и реберно-диафрагмального синуса При этом проводилось это практически вслепую и стала очевидна необходимость второго доступа, который выполнялся зачастую в 8-м или 9-м межреберии Для резекции диафрагмы и мобилизации реберно-диафрагмального синуса В связи с этим была поставлена еще дополнительная задача количественной оценки и методологической разработки данных доступов Что и было выполнено Так были как наутапсидным, так и интероперационным выполнены замеры При котором выявлено, что при доступе к реберно-диафрагмальному синусу Глубина операционного действия максимальная и составляет 211 мм в среднем Что явно неудовлетворительно для выполнения радикального вмешательства и визуальной мобилизации всей плевры данного синуса При этом при доступе к тому же синусу через 8-м межреберии показатели вполне удовлетворительны То же самое при мобилизации купола диафрагмы Получены следующие результаты, что глубина хоть и меньше операционного действия, 124 мм Но при этом доступ со стороны 8-м межреберии более удовлетворительны со всех точек зрения И как касательно угла операционного действия, так и со стороны глубины При этом необходимым этапом оперативного вмешательства было удаление части диафрагмы С ее протезированием параллельной сетки И удаление перикарда с формированием сетки на перикард Мы не использовали, в одном случае мы использовали замещение перикарда сеткой праленовой, глухой, без перфорации Что привело к после операционным осложнениям, таким как табонады сердца В последующем мы от этого отказались И выполняем пластику перикарда редкой сеткой с помощью нити-икрил После удаления препарата, как и в случае с плевректомией, декортикацией, так и при экстраплевральной пневмоноктомии Проводилась фотодинамическая терапия плевральной полости Использовался фотосенсибилизатор фотодитозин 50 мг или радохлорин 35 мг Полость облучалась в течение 5-10 минут с достижением дозы 50 джоулей В случае с двумя турокотомиями это выполнялось последовательно, через один и через другой доступ Таким образом получалась вся плевральная полость В завершении мы выполняли гипертермическую химиоперфузию плевральной полости У нас использовалось по двум дренажам без дренирования самой раны, которая ушивалась в глухую Но мы использовали дозу цисплатина 200 мг на метр квадратный Температуру в пределах 42 градусов Контролируя температуру как внутри контура, так и пациента ректальная И акселярными датчиками В ходе гипертермической химиоперфузии осложнение не наблюдалось Для изучения безопасности и эффективности применяемого подхода Была набрана также группа пациентов с вторичным поражением плевры Которым также выполняли аналогичный объем без пневмоноктомии Но с гипертермической химиоперфузией и фотодинамической терапией В которой доказано было, что методики переносимы Возникновение осложнений связано прежде всего с объемом оперативного увеличения Таким как пневмоноктомия, что обусловляет как эхилоторакс, так и несостоятельность культибронхосанемии В нашем исследовании был один случай после персональной летальности Это 5,9%, причиной которого стала несостоятельность механического шва Это было в день операции зафиксировано, через 3 часа после окончания операции При переводе пациента в отделение реанимации интенсивной терапии К сожалению, мероприятия хоть и увершились успехом Прямой массаж сердца, но летальный исход наступил через 3 часа от ДВС-синдрома Еще в одном случае летальный исход был зафиксирован на 56-е сутки Причиной которого явилась несостоятельность культи права главного бронха На фоне правостороннего эхилоторакса и развившейся МПМ и плевры При изучении отдаленных результатов больных, которые были разделены по методике применяемого подхода И контрольная группа Касательно контрольной группы, это были данные центров по изучению мезотериума в России Было исследование эпидемиологическое, и данные нам предоставили Это было 21 пациент группа контроля, при котором было выявлено, что медиана в группе применяемого подхода составило 18,8 месяца у наших пациентов В группе контроля 9,8 месяца Показатель двухлетней общей выражаемости больных, которым выполнен мультимодальный подход составил 41,1% Также было исследование влияния полихимиотерапии в послеоперационном периоде и лучевой терапии на отдаленные результаты Лучевую терапию у нас применяли только пациентам, которым выполнена экстраплевральная пневмоноктомия что и является одним из плюсов данного подхода Потому что при выполнении плевректомии декортикации проведение лучевой терапии на гемиторах практически невозможно с захватом всего легкого И в данной группе получены следующие результаты что при медиане общей выживаемости существенно выше контрольной группы где не применялась лучевая терапия, статистически достоверно что позволяет рекомендовать данный метод в адъюванте после выполнения радикального оперативного вмешательства Также мы исследовали применение различных методов дозы препарата и продолжительности химиоперфузии при которой выявлены тенденции к увеличению медианы безрецидивной выживаемости статистически недостоверно, ввиду малое количество набранных пациентов Это была тенденция к повышению как в группе 200 мг на метр квадратный, так и 120 минут перфузии На общую выживаемость данные показатели существенно не повлияли Медианы остаются одинаковые Исходя из доложенного, хотел бы предложить следующие рекомендации к проведению мультимодального подхода Так, выполняя тщательный гемостаз, необходимо с применением аргоноплазменной коагуляции ввиду массивной раневой поверхности и риска развития ДВС-синдрома в послеоперационном периоде Любое кровотечение, которое возникнет, может привести к фатальным исходам Также мы рекомендуем выполнять пластическое закрытие дефекта перикарда с созданием сетки из редко наложенных лигатур с целью профилактики интерперадикальной гипертензии Один из технических нюансов – это выполнение гипертермической химиоперфузии в положении пациента на спине с поворотом на сторону операции Так как выполнение химиоперфузии в положении на боку возможно и способствует дислокации средостения и сопутствующим сердечным осложнением После выполнения химиоперфузии рекомендуем проводить максимальную эвакуацию перфузата с целью уменьшения нефрактоксичности а также с этой же целью проводить массивную внутривенную гидротацию как во время, так и в течение 48 часов после оперативного вмешательства Антиметики – стандартная рекомендация при химиоперфузии Исходя из того, что были получены данные у нас есть еще дополнительные рекомендации с отключением больных с мезотелиомой Целесообразно использовать 2-х тракотомный доступ в 4-м и 8-м межиберии что было доказано на подобном материале Также мы рекомендуем выполнять экстраплевральную пневмоноктомию при хорошем функциональном статусе и возрасте пациента младше 60 лет что позволяет в последующем проводить как лучевую терапию так и способствует более тщательному локальному контролю за заболеванием После выполнения экстраплевральной пневмоноктомии целесообразно обсуждать возможность проведения лучевой терапии это совместная консультация с радиологом Выводы следующие Мультимодальный подход с применением максимальной циторедукции фотодинамической терапии, гипертермической химиоперфузии плевральной полости является воспроизводимым и относительно безопасным методом в лечении злокачественного мезотелиома плевры Использование 2-х тракотомного доступа в лечении больных мезотелиома имеет преимущество перед стандартным доступом Также наши данные свидетельствуют о том, что применение мультимодального лечения сопровождается относительно низкой послеоперационной летальности на фоне относительно повышенного числа послеоперационных осложений легко купирующихся в раннем послеоперационном периоде Предлагаем мультимодельное лечение в сравнении с консервативными методами терапии улучшать безрецидивную и общую выживаемость А также проведение дистанционной лучевой терапии после выполнения циторедуктивного оперативного вмешательства способствует увеличению безрецидивной и общей выживаемости больных с злокачественным мезотелемома плевры Благодарю за внимание У кого будут вопросы? Спасибо, интересный доклад Скажите, лучевая терапия Это вы половину грудной клетки обучаете? Я правильно понимаю? Это проблема радиологам или вы поясните режимы? Каждый случай требует совместного обсуждения с радиологами Моделирования Появилась с 2012 года установка для моделирования по объему поливральной полости Каждый такой случай обсуждается и каждый такой случай ведется совместно Спасибо Еще есть вопросы? Спасибо большое На этом мы программу завершили У нас осталось немного времени для обсуждения прослушных докладов Кто-то хочет выступить по докладам? Мне кажется, мы сегодня обсуждали очень сложную проблему Проблему патологии с нехорошим прогнозом Это рак пищевода и рак мезотелема плевры Но тем не менее, хоть какое-то уже, в принципе, мне кажется, видится какое-то решение этой проблемы Однозначно, что рефлюксная болезнь и профилактика Это тот бич, который, так скажем, сейчас мы наблюдаем И появление аденокарцином не пищеводно-желудочного перехода А аденокарцином верхней и средней трети пищевода Это редко, но мы наблюдаем Также мы наблюдаем, извините, рак пищевода Тот, что продемонстрирована фотография 29 лет 27 лет Это женщины, молодые женщины, никогда не курившие И у которых есть, извините, появился рак пищевода Это тоже проблема, которая сейчас появляется у нас Но тем не менее, если это действительно меньше 200 микрометров То у нас есть, мы сейчас вооружены при наличии оснащения Очень хорошим методом То есть это подслизистая диссекция И вот, может быть, в комбинации с ПЭД Позитронно-эмиссионной томографией Чтобы можно было бы оценить наличие паразофагиальных лимфоузлов В том случае, если есть эти лимфоузлы и подозрительные Тут однозначно мы решаем в пользу эзофагоктомии Если есть подслизистая диссекция То это, конечно, объем намного меньше И здесь, конечно, в пользу подслизистой диссекции Здесь очень прекрасно показали возможности эндоскопических Сейчас эндоскопические возможности Если говорить о хирургии второй-третьей стадии рака пищевода То, конечно, очень интересны параллели Которые провел Сергей Юрьевич Между стадией и протяженностью опухоли Поскольку для меня, например, с трудом понятно Как можно оценить глубину инвазии Если субтотальный стеноз проходит там щелевидно Эндоскоп не проходит Мы можем оценить глубину инвазии только на входе в пищевод А там дальше, если протяженность 8 см Туда эндоскоп даже, не говоря об эндоузи Что не проходит Как мы можем оценить? Мы не можем Компьютерная томография, к сожалению, нам не помощник в этой ситуации Нам может помочь магниторезонансная томография Но она пока еще в стадии разработки И нельзя ее рекомендовать как необходимый алгоритм в обследовании Но вот по протяженности опухоли Действительно есть корреляция со стадией и с распространенностью И в этой ситуации, конечно же, если есть меньше 5 см Либо у нас есть эндоскопические данные и убедительные данные Что это всего лишь слизистая, подслизистая Подслизистая, мышечный слой Наверное, мы выберем все-таки начало прямо оперативное лечение Если это вовлечение мышечного, не говоря уже об вовлечении смежных структур Конечно, индукционная химиолучевая терапия И может быть с брахитерапией Вот те осложнения, которые и Николай Владимирович рассказывал Осложнения больше связаны с дистанционной лучевой терапией Почему? Потому что в поля облучения плюс 5-7 см радиологи включают еще в верхний край опухоли Не говоря о надключичных лимфоузлах, не говоря о паразофагиальных лимфоузлах И в этих условиях регенерация пищевода и формирование пищеводно-желудочного настомоза, конечно, ухудшено Брахитерапия Да, мы только начали, в принципе, вроде бы как локальный метод На лимфоузлы не воздействуют, но мы получили очень хорошие результаты брахитерапии И, наверное, он менее безопасен для пациента Если говорить о мезотелиоме, то, конечно, нужны маркеры У нас есть первый пациент, которого мы прооперировали в феврале 2007 года Первый пациент, которого выполнена панплевропневмонектомия с блок резекцией грудной стенки Третье и четвертое ребро и с гипертермической перфузией И он живет в течение, извините, с 2007 года 9 лет Он в прекрасном, хотя мы говорим вроде бы панплевропневмонектомии Качество жизни не очень хорошее Но у него собственный экран грузовой И эти рычаги по 20 килограммов, он на них работает Сказать, что он плохо выглядит или плохо живет, я бы сейчас не сказал Поэтому, если у пациента есть возможность выполнить радикальную операцию Другой вопрос, что здесь все-таки наверняка есть какие-то маркеры Маркеры активности опухоли, маркеры активности мезотелиомы И пока мы еще не готовы сказать, кому показана панплевропневмонектомия А кому, может быть, и при небольшой распространенности Может, и не стоит до него дотрагиваться Почему? Потому что я помню тех пациентов, которые спрогрессировали через 5-6 месяцев Сразу после, это была очень агрессивная опухоль Поэтому здесь я пока не готов, но я думаю, что это все впереди И мы еще об этом узнаем Мне очень приятно было сегодня послушать все, что я не знал И послушать мнение и о роботе Но я вот, говоря о роботе, знаете, когда, лично я свое мнение говорю Что когда мы начинали тораколапароскопическую операцию Я думал, что, я выходил и говорил, что нельзя делать при раке пищевода торакоскопию-лапароскопию Потому что я не делал и считал, что это нарушение онкологических правил Сейчас мы выполняем прецизионную диссекцию, прецизионную лимфоденектомию И я сейчас, у меня не поворачивается язык говорить, что это плохой подход тораколапароскопический Вот сейчас у меня пока не поворачивается язык сказать, что роботизированная эзофагоктомия, ну, хороша Может быть, когда будет опыт и совсем другие ощущения у меня возникнут Но пока у меня, как проблема, скажем так, это время, это стоимость Ну и преимущества с точки зрения визуализации, сомнительные То есть, если прямая оптика или 30-я оптика Но это все-таки преимущества хамелеона, когда мы можем заглянуть и 270, и 90, и с другой стороны Мне кажется, они все-таки превалируют А так, в принципе, мне очень понравилось И мне очень, я хочу пожелать всем нашим пациентам, которых еще встретится у нас Чтобы они, вот, в результате таких наших контактов только выигрывали Спасибо Даниэль, вы не хотели бы выступить по поводу докладов? Ну, я скажу, что очень интересные были доклады Интересные разговоры и обсуждения Мне было очень интересно Проследить за экспериментами, которые ставятся в России Я их сравниваю с теми экспериментами, о которых знаю я, в Германии, в Штатах Я думаю, что мы все метим в одно и то же Мы хотим добиться такого лечения для наших пациентов Которая максимально бы им помогала и наименьшим образом вредила И поэтому мы находимся еще на пути Мы не знаем, где мы окажемся в конце его Но главное, это продлить жизнь нашим пациентам А другое, что очень важно, чтобы качество этой жизни было высоким Чтобы у наших пациентов было время И это время они бы провели с высоким желанием и с хорошими ощущениями На этих нотах мы завершаем не только нашу сессию Завершаем и конгресс для таракальных онкологов Эта сессия, на мой взгляд, интересна тем, что если проследить динамику взглядов На мини-инвазивные вмешательства про пищеводие Хотя бы за последние 15 лет То они от полного отрицания многими онкологами в 2000-е годы Большого скептицизма, сомнений в 2005-2007-е годы Сейчас, в 2016 году, у многих онкологов взгляды на эту точку принципиально изменились И несмотря на то, что и на сегодняшний день существует множество скептиков Которые очень скептически относятся к этим методикам Как к методике лапароскопических операций при опухолях пищевода Торакоскопических, так и к методикам внутрипросветной эндоскопии В частности, вы видели реакцию на повреждение пищевода И зашивание ее из просвета пищевода Для многих хирургов, услышав это, это большое удивление Каждый из этих хирургов ответит, а спали ли эти 7 дней хирурги, которые выполняли эти вмешательства Или они не спали и всю ночь думали, не пора ли уже открывать Скептиков много, но, вот еще раз я повторяю, если проследить динамику Скептики потихоньку уходят, новая упорно занимает свое место Упорно этот процент расширяется Вряд ли, наверное, стоит спорить, что эти методики абсолютно заменят открытую хирургию Для нее останется свое место Но тенденция, которая показывает последние годы Она говорит о том, что это место становится потихоньку все меньше, меньше и меньше Те же взгляды на роботизированную хирургию Вчера я, позавчера я разговаривал с одним из ведущих специалистов России В эндохирургии, не буду называть имя Он мне не говорил, что я буду об этом говорить, поэтому имя я не буду называть Я его спросил, как вы смотрите на роботизированную хирургию Ответ прозвучал очень жесткий Это тупик Очень сложно судить Я сегодня задавал Даниэлю этот вопрос На самом деле это тупик, по его мнению Или он на самом деле робот дает ему преимущество в операциях Что это не какая-то пиар-акция Что это не какая-то дань моде А на самом деле он чувствует преимущество Даниэль ответил, что да Он чувствует в определенных ситуациях явное преимущество Но эти ситуации должны быть четко разграничены Вот в частности он отвечал Утром доклад был, что лапароскопический этап Он не почувствовал преимуществ робота А наоборот почувствовал недостатки В то время как при таракоскопическом этапе Он почувствовал преимущество робота Я думаю, эти споры будут продолжаться Но жизнь, она такая штука Она все рано или поздно расставит по своим местам И тогда мы увидим, кто был прав, а кто ошибался Что касается... Я просто в дополнение тому, что говорил Даниэль Не так давно мы во время таракоскопии повредили аорту Ну немного, совсем чуть-чуть Совсем чуть-чуть Да, и вот настолько чуть-чуть, что зажимом можно было держать То есть не кровило И мы очень долго пытались ушить Действительно есть проблемы в ушивании аорты И вот я сейчас вспомнил то, что вы говорили Что и нам как раз не хватало этого поворота, этого угла Вот тогда я пожалел, что нет другого какого-то инструмента Или может быть для тороколапароскопического гладежатия Который бы изменял угол Но мы ушили аорту, естественно, мы не раскрылись Мы ушили таракоскопически Но это стоило нам большого труда И затрат нервного напряжения А вот то, что сейчас я понимаю Что, наверное, есть преимущества и у робота Но, наверное, это пока дорого У нас всего одно осложнение Можно было бы и таракотомию сделать Что касается второй половины нашей секции Посвященной лечению мезотелиума и плевры И методика, о которых сегодня говорили Здесь, наверное, скептиков еще больше И количество клиник, которые используют эти методики Наверное, можно пересчитать по пальцам Не только в России В России точно по пальцам можно пересчитать Даже одной руки хватит Меньше одной руки Но даже в мире, наверное, клиники, которые используют эту методику Тоже, наверное, можно пересчитать по пальцам Но вот сегодня были приведены убедительные данные Несмотря на всю сложность этой методики Несмотря на возможность довольно грозных осложнений Эта методика явно дает Явно эффективно Она дает как улучшение качества жизни И самое главное Она дает увеличение продолжительности жизни Мы все знаем, что на этих больных Длительное время все смотрели Как на потенциальных смертников И легче всего было этому больному сказать Иди, прими судьбу и умирай, ничего не делай Но вот эти методики Сложные методики Как и методика хайпек То есть методика химиоперфузии брюшной полости Казалось бы В тех ситуациях, когда уже ничем невозможно помочь Вдруг В большом проценте случаев Дает очень положительный результат И все должны об этом помнить И если не в состоянии какая-то клиника Сама сделать эту методику Все-таки посылать этих больных туда Где эта методика налажена Я бы еще раз хотел всех присутствующих Поблагодарить за присутствие и участие в этой сессии Особенно поблагодарить наших гостей Бурмистрова Михаила Владимировича из Казани Наших гостей Представителей Европейской ассоциации хирургической онкологии Это Беате Рау и Даниэль Перес Которые приняли участие в нашей сессии Сделали такие прекрасные доклады И я думаю, что это первое, но не последнее их участие В нашем форуме «Белые ночи» Я хотел бы всех поздравить с успешным проведением этого форума И пригласить всех на следующий форум «Белые ночи 2017» Спасибо всем Спасибо Спасибо Спасибо